Кляну весенней Мы выходим на Волгу, смотри какая красота Как раз в то место, где мы снимали клип Волга Мне в таких местах сразу хочется сказать Так вот ты, Русь какая Видишь? Действует Оно действует, проникает в тебя Что ж с тобой будет еще завтра? Ты тут только полчаса Вы вообще когда-нибудь могли подумать, что ваш хит «Никаких больше вечеринок» вдруг станет девизом всего карантина? Нет, нет Когда Дима написал эти строчки, это его текст Это было за полтора, по-моему, года до пандемии Как вы потом поняли, что у текста вторая жизнь появилась и другой смысл совершенно? Когда нам начали об этом говорить Ребята, верните вечеринки Собянин, никаких больше вечеринок Это мем прям Да, да, это мем Там портрет Собянина и написано «Никаких больше вечеринок» Когда самоизоляция как раз вступила в силу Я плачу на техно как снимали плачу на техно как это снято это очень прикольно потому что мы буквально залетели в последний вагон с этим клипом потому что буквально через несколько дней объявили самоизоляцию и все никаких больше вечеринок до чуваки очень торопились гриша шатохин вадик селезнев саша гудков очень торопились сделать это прямо первыми вот все вот эти танцы на балконах италии да 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 чтобы никто типа в россии первым не сделал типа коммерческий видос какой-то чтобы люди тусовались на балконах мы очень торопились и мы реально сняли в последний день когда было разрешено собираться там 50 человек было сложно определить сколько человек да там рядом с нами в этом жека и поэтому соседи вызывали полицию несколько раз для того чтобы с нами разобрались что это тут у нас происходит за массовое мероприятие да у нас было несколько квартир ребята с фастфоксис они все организовали договорились чтобы мы они ходили к хозяевам да они ходили у вас на балконе потанцует человек да да было и вот все эти квартиры все эти балконы за исключением вот фронтального дома которые вот когда первый кадр где я стою они все жилые вот у меня была квартира семейная пара с ребенком и женщина с собакой мы по очереди танцевали с одним чуваком из танцоров я просто пил чай там с парочкой про все сериалы в мире поговорили про нетфликс там про hbo вот они мне рассказывали про свои любимые сериалы про музыку любимую это было что электронная камера которая была настроена вот таким образом да это была роба рука вот это который с зумом там было до этого они нам показывали раскладку как это типа работает там были балконы помечены вот там балкон номер один там было подписано там аня илья дима саша гудков вот и она так перемещалась нам повезло что мы взяли выстрелили вот этим плачу на техно и грубо говоря весь карантин дожили типа за счет этого и живем до сих пор нас приглашали на всякие онлайн трансляции там и так далее ну вот но другие музыканты я уверен что очень страдают которые мы которых это застало в расплох нам андрей алгоритме который хозяин power house говорит что типа вот он старается всеми силами помочь музыкантам которые москве остались там делает свое радио тоже трансляции какие-то там выступление онлайн вплоть до того что они просто приходят к нему типа поесть он их кормит офигеть серьезно сейчас то есть это простые музыканты которые не да которые играют на гитаре то есть они реально голодали все это естественно когда ты четыре месяца нигде не можешь типа выступить и заработать соответственно то ты голодаешь я думаю это плохо тебе вообще карантин много дал в плане творчества сколько это полезное время для музыканта сесть дома и никуда не выходить очень много мне этого не хватало у нас весь девятнадцатый год он прошел в гастролях мне кажется я полноценного трека ни одного не написал вообще ну просто чтобы сесть чтобы он выглядел типа нормально мне просто времени не хватало поэтому это была у меня мечта просто сесть мы и так запланировали время вне карантина пока еще ничего не было известно у нас до нового года было запланировано время на июнь чтобы приехать и целый месяц целый месяц выделить на музыку вот для меня это очень большое удовольствие так получилось что вот у нас уже четвертый месяц мы просто куем в нашей кузне музыка есть вы написали себе новый альбом я так понимаю да фидуку совместный проект вместе с федей написали на следующий наш альбом даже начали писать музыку да ничего вы хит и этом влюблен в эти треки ну и просто не много демок много музыки всяк у меня есть там наброски по текстантам прикольные которые там сама круточка вечерком там смотришь на закат с одной стороны закат с другой стороны пролетает мкс круто он есть типа но по ночам лучше интернет а так ну это типа плюс для работы над музыкой связь у меня очень плохая никто дозвониться не может да и первый альбом когда точнее 2 когда мы писали альбом красиво у нас вообще по моему тогда связи не было мы еще даже интернет сюда не провели и это было вообще идеально то есть мы не брали телефоны в руки потому что понимали что это абсолютно бессмысленно вот и как-то мы были отрезаны грубо говоря от внешнего мира мы даже не выезжали никуда но она ты же понимаешь да что у нас музыка с русскостью мы так это называем таким термином русскость по венам вечная зима до оставлю юность в холодах кто так сейчас пишет мне кажется вообще такие обороты в стандартной ситуации мы пишем втроем тексты работаем все вместе над каждой строчкой буквально над каждой строчкой над каждым словом иногда над каждым слогом а бывает над строчкой три дня работы да бывает когда мы писали трек странник с альбома красиво это как раз тот случай когда мы очень долго работали над текстом буквально 23 часа подряд мы сидели практически без перерыва над этим текстом это ты про птицу зарю да сейчас скажу и там была строчка разыгралась птица заря вот вот этот оборот птица заря его придумала я и он илье понравился а диме нет и вот мы вдвоем его пушили двое суток ну давили на него наседали заставляли поверить что это круто нужно супер заморочиться чтобы на русском звучало звучало типа красиво чтобы и да и смысл как она сказала не был угловатым и слова не были мы выбираем согласные мы спорим там ну даже не спорим мы просто втроем отметаем кучу разных согласных которые не подходят в этом слове к этому ну по звучанию в этой строчке а это бывает по смысл очень круто подходит словам и таки бля жалко что она уебищна это слово вонючат какое ужасное слово ну типа с г же ну всякие словосочетания ой буквосочетания которые звучат знаешь жаворонок ну допустим грабли ну да ну грабли да конечно грабли капец когда ты споешь грабля но это вот это совсем нельзя вставить понимаешь да почему скажи мне если бы не гудков а крем-содио знал бы массовый зритель ну да так он знал в целом я не знал ну да я не знаю но это странно рассуждать уже все случилось я не знаю как могло быть иначе гудков сани нас очень сильно поддержал я даже думаю что прежде всего это заслуга гриши и вадика потому что мы же не просто взяли вышли на сцену гудкова типа они просто с ним работают я учился с вадиками с гришей которые сейчас шоураннеры и главные сценаристы чикен карри я учился с ними на факультете истории в демидовском университете ярославле вот мы играли вместе в квн виталик и нашей команды пошел на стс писать сериалы вадик с гриша ушли на урганта и вот там они познакомились гудков и начали что-то вместе делать и все закрутилось потом мы вместе показали гудкову вашей песни да и ему очень понравилось удину останься и это был была первая работа в которой саша а целовался с девушкой в кадре и б был грустным не веселым да грустный клипса серьезно мы стояли вот так в кругу общались курили там ребята на улице и вадик селезнев вдруг спрашивает а не ты когда-нибудь целовалась в кадре я такая нет это хочешь с гудком поцеловаться в кадре я такая ну не знаю вот он зовет сашу иди сюда саш будешь целаться сани такой ну да типа буду почему бы и нет вот так родилась идея с поцелуем и вот оттуда вот с этого поцелуя все и началось ну как он он нервничал не знаю непонятно эти первые поцелуи вообще не говорю обычно все-таки музыканты делают ставку естественно на свою музыку и до песни мне кажется что в вашем сотрудничестве с гудковом вы выстреливаете именно клипами не обидно что очень обидно на самом деле я вот просто думаю прекратить музыку писать из-за этого я я думал об этом не поверишь вчера я думаю да нахуй на все нужно вот если вот мы просто можем любую частушку написать понимаешь да любую частушку написать а гудков классно снимет и все а мамы то чего а мы то что делали да да мы то что сделали вообще вот а потом я думаю ну деньги-то идут и чё жаловаться ты работаешь куда-то идти он здесь вот работы достаточно но не очень нравится да я так понимаю не первая кто вас в этом упрекнул да судя по реакции нет первое нет просто кипит в любом случае люди-то говорят говорят но в общем то не знаю я бы так не сказала сначала выходит сингл потом через некоторое время выходит клип и сингл заходит тут же очень хорошо несмотря на клип на наличие или отсутствие клипа если бы музыка была говном никакой бы клип ее не спас доказано юркис юркис а юркис не знаю просто на бум сказал мне бы было стыдно на самом деле если бы реально была плохая музыка с хорошим видеорядом ну кому это надо всяким этим сердцеедкам да ладно это тоже как любимка любимка аня ты вообще кем собиралась детстве ты стать певицей а образование у тебя какое педагогическое вообще на самом деле великолепно сочетается как оказалось потому что она очень пригодилась мне лингвистическое образование пригодилась мне в написании треков на английском языке собственно ну и вообще в путешествиях очень полезно я с детства пела с тех пор как я помню себя и моя мама даже когда еще в животе у нее была она мне пела песни постоянно меня вокально развивала уже там музыкально развивала уже там у меня есть аудиозаписи на кассетах она меня записывала как я читаю стихи и пою потом стала петь там ходила что-то сочиняла у нас была история были на даче я пела силендион как раз титаник был очень популярным фильмом тогда и конечно же я там пою my heart will go on на вот этом йогурт лэнгвидже и соседи потом и потом я заканчиваю петь и соседи приходят и говорят а чё в радио выключили выключите пожалуйста обратно это классно было да и сказала йогурт лэнгвидж прости да это когда на слух ну вообще этот термин я у вани дорна подцепила он так называет язык на котором пишешь сначала песню ну то есть типа ты создаешь топ-лайн и ты поешь на вымышленном английском которые типа вот подходит ну его легче петь потому что ты же на славу не придумаешь да а чтобы мелодию создать ее нужно как-то озвучить какими-то словами и вот этот йогурт лэнгвидж как раз подходит для этого ты получил образование какое историческое зачем да странно получилось действительно мне очень хотелось просто когда мне мама сказала что ты распиздяй сынок и по тебе плачет какая-нибудь учага или техникум я чуть не заплакал у меня есть у меня истерика была паника просто мне не хотелось почему-то идти типа не вне выше я подумал что я чё какой-то этот ну не умный что для человека получается тупой я не хочу ничего сказать не дай бог чтобы доказать что я кто-то да чтобы на меня обиделся просто ну или я подумал что я настолько типа ленивый и нетрудолюбивый чувак что я не могу поступить типа вот и как-то поступил мне кажется есть факт больше наверное дал мне чем дало бы высшее музыкальное учреждение потому что там история всего вот история всего также есть история музыки у меня семья музыкальная у меня дед работал в театре гастролировал с театром там пел на гитаре писал романсы играл тоже папа у меня тоже музыкант у него своя группа была друзья тоже музыканты все сестра музыкант но меня не хотели типа отправлять чтобы я стал музыкантом поэтому я отучился на инженера я был типа специалистом по лазерам короче мне родители купили ноутбук типа перед тем как я в универ поступил для типа для учебы ты ключик я такой да мы написали на нем первые два альбома там несколько и пишек вот сейчас мы его сняли в клипе на последнем альбоме на солдавах где им грибу в воде и он здесь остался и даже ребята его пробовали включать до сих пор работает я правильно понимаю что все-таки твоя музыкальная деятельность она начиналась именно с охраны ночного клуба с фейс-контроля или все-таки ты играл совместилась я начал писать музыку так как музыка на первоначальных этапах никому не приносит денег никогда и музыканты которые прошли этот путь они это знают мне приходилось работать продавать рекламные места в журнал аж активная продажа когда ты ходишь по блин я так это ненавидел вообще по фирмам у тебя есть район который ты должен обойти мне все время казалось что это как-то позорно а потом я подумал что блин мне надо за хату платить не надо выкобениваться что за речь у тебя была как ты это презентовал он там целое там же есть по утрам тебя настраивают на работу ты как под гипнозом серьезно мы одна команда да 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 вместе делали зарядку если делали зарядку читали там правила продажи были что тебе нужно додавить клиента обязательно для нас не существует ответа нет такая история стучишься в офис или там договариваешься приеме там куда-то но там обычно мелкие организации там просто типа розничная продажа шубы на улице свободы покупайте шубы на улице свободы 32 и реклама там вот фотографии этих шуб там директор такой показывает вот и адрес написан да потом мне одна знакомая которая работала арт-директором на тот момент в клубе мед она мне предложила к чете но зачем тебе мучить себя ты же ненавидишь все это типа вот ты можешь просто зарабатывать те же деньги но работать просто ночью пятница и суббота все остальное время тратить на музыку я подумал но было очень стрёмно очень стрёмно я я помню первые дни это не знаю самые стрессовые вот самая стрессовая работа в жизни для меня было ну когда ты человеку просто говоришь что типа извините вы не проходите а он готовился к этому весь вечер а может быть и всю неделю вот а может быть эту девчонку там ждет какой-то парень вот а ты отказываешь там истерики были такие что жизнь как ты понимал кто достоин того чтобы быть на твоей вечеринке а кто нет как ты отбирал этот народ ну да это каверзный каверзный тоже вопрос мне когда обучал старый ярославский фейс контрольщик он говорил что ты можешь просто это как в интервью ты просто поддеваешь человека и смотришь на его реакцию вот как вы себя чувствуете человек отвечает какая разница как я себя чувствую и все он сразу не заходит больше никогда не попадет ты встречал по одежке да ну конечно не ну это типа важная важная тема если ты хочешь идти в клуб на какую-то вечеринку ты должен соответствовать правилам этой игры ты должен выглядеть прикольно и люди они реально воспитываются некоторые люди стоят всю ночь и спрашивают типа ну почему меня не пустили ты разумеется с ними не разговариваешь пока у тебя нет времени когда идет поток народа а потом ну вот они дожидаются про что почему меня не пустили вот я честно всегда рассказываю потому что ты выглядишь не так как нужно может у человека просто нет денег отец хорошо и по моде да перестань я я сам с этого начинал я могу одеться в секонд-хенде на тысячу рублей буду выглядеть классно ну не на тысячу рублей но две тысячи рублей потому что у него нет врожденного чувства стиля что ж ему делать до свидания ну значит нужно воспитывать это я не верю врожденное отсутствие вежливости стиля чистолюбия это все типа воспитывается тебе приходилось как-то бить морду о нет но мне часто угрожали там было стволом угрожали ножом бывала одна женщина просто подбиралась обувь и заново кидала туфли туфли кидала три часа подряд я на плечо посадил и в кустике куда-то выкинул там за входом женщина да ну аккуратненько она не пострадала положил в кустике я пела в ресторане я всегда отказывалась от исполнения дискотеки восьмидесятых чтобы не зашквариться мне было достаточно сложно с моим репертуаром качать залы потому что мне приходилось по сусекам набирать то что нравится и мне и им а что хочет народ обычно народ хочет видели ночь гуляли всю ночь до утра унизительно петь в ресторане для артиста ну в смысле когда народ жует там или хамит были у тебя такие моменты когда прям было тебя не расскажи ну были ситуации когда вот подходят к сцене начинают залезать на сцену пьяные люди начинают отнимать микрофон охрана где-то в этот момент гуляет наслаждается еще бывали ситуации до нас брали меня на спор что я пою не живьем это меня вот эта тема меня всю жизнь сопровождает потому что я пою достаточно точно в ноты и для людей это странно они привыкли что вокалистки я не знаю вокалистки поют плохо видимо я не знаю ну то есть какие то есть маркеры которые показывают что это живой звук я так полагаю что маркер это мимо нот видимо ну как еще понять вот мне говорили у вас фанера сто процентов ну то есть всю жизнь это со мной ты хоть раз пела под фанер нет у тебя то с чего это все началось ты увидел я не знаю какую-то группу как-то был я не знаю наверно что-то связано с продиджи но мне очень нравилось я играл в контер страйк под продиджи и типа потом пытался что-то подобное написать насколько тебя понимали насколько у вас тусовка была в школе вот именно музыкальная или ты был я был скорее типа да какой-то белый вороный ну потому что ну я мне очень нравился драм-бейс в то время типа никто вообще об этом не знал никто не понимал мне больше всего нравилось типа музыку писать дом сидеть за компом мне надо послушать нифига себе бляха-муха мы че известны да там проигрыш вы слышите да мы не падение или нет я боюсь что завтра не проснемся радио а нет это альбом играет на да да там комета сейчас играет дубля муж поттер что делаете давайте здороваться тогда как дела ваше пара словом а вирославский ты можешь мне рассказать вот описать уже ярославль как город со стороны он про что этот город о чем я люблю свой город он вызывает во мне ностальгические эмоции я смотрю на эти все места где я родилась выросла это великолепно но относительно людей я стала замечать что люди инфантильные очень инфантильные люди они не являются с элементарными задачами они спрашивают у тебя что и что им делать то есть вплоть до всяких там мелочей как я не привыкли принимать решение да они не привыкли принимать решение не привыкли действовать куда-то далеко уезжать для них тоже проблема то есть вообще путешествие для них для меня съездить в ярославль и обратно это вот ну типа вот как я в химки поеду да то есть я в ярославль съезжу а для них это целое путешествие им нужно для этого собраться подготовиться и морально и вот вообще все организовать чтобы там все было заряжено там детей тут оставить здесь все газ в квартире выключить поняла да вот у меня подруги вот недавно обижались то что я без уси пусик написала ей ответ в сообщениях она из ярославля потому что в обычном общении мы с ней там милая хорошая а тут было дело ну как бы был вопрос по делу я как бы как обычно я это делаю всем остальным я ответила ок спасибо она заплакала от этого инфантильность это вот ее прям проявление этой инфантильности она заплакала из-за того что она подумала вообще они очень слишком много думают о том что я вот ее как-то не люблю да вообще люди в ярославле не знаю еще где очень много думают особенно о том что про них подумают это тоже влияет на твой рост точнее на его отсутствие потому что а как обо мне подумают и буквально портят себе жизнь этим да у меня есть подруга которая вышла замуж точнее она сейчас выходит замуж потому что она боится бить человека я тебе говорю она его не любит и поэтому да зря зря ну то есть это это реальность жизни то есть вот это вот провинциальный склад ума он настолько тебя загоняет в рамки что из этого выбраться вообще потом невозможно если ты вовремя это все не нивелируешь вообще когда ты рождаешься в Ярославле какой путь если ты хочешь стать музыкантом ну или два пути либо ты еще ничего не добиваешься либо ты добиваешься многого но просто нужно совсем выходить из зоны комфорта и не слушать никого вообще никого потому что в регионах люди любят тянуть в обратную сторону объясни это как большая деревня в ней все друг друга знают все любят посплетничать все любят пообсуждать и так как у большинства людей ничего не получилось вот это вот засасывает тебя и они все тебе говорят зачем тебе это надо да найди себе нормальную работу займись чем-нибудь земным уже в конце концов устройся в офис в 8 утра приходишь на работу в 6 вечера уходишь с работы и вот этот вот стандарт стабильность опять же вот очень-очень любят вот это вот дело это слово стабильность в регионах это очень важно чтобы пусть мало пусть изгульки нос но стабильно вот значит что вот жизнь идет по рельсам все хорошо и вот благодаря этому очень многие люди мне кажется не становятся никем не только про Ярославля речь вообще про любой город мне кажется маленький город России а у тебя был момент когда ты тоже так начала уже думать знаешь это такие блики чуть-чуть так пух и все и нет я такая нет 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 ну что зря что ли все это делала в конце концов но мне очень многие люди говорили о том что надо бы начать заниматься чем-то серьезным самое забавное было когда я зарабатывала больше всех своих друзей и мне все равно продолжали говорить что типа ну это же хобби Ань ну что ты в конце концов это же все ерунда вот такие с сожалением смотрели на меня такие вот ну да поешь понятно Ярославль это город который ты любишь и ненавидишь одновременно да обожаешься и душой искренне и так же искренне ненавидишь было такое место которое мы открывали бар шкаф вот про который я тебе рассказывал у тебя там табличка висит да 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 единственное что получилось оттуда утащить эту табличку и мы открывали это место аналогов этому месту не было когда я общался с учредителями они сказали вау круто да это должно зайти типа Вярославле просто Вярославле не было вообще андеграундной музыки вот и какой там хаос или что-то около техно или диско всегда играла какая-то хуйня на вечеринках типа ну типа просто представь себе там караоке или еще что-то вот или кальян и нам хотелось сделать ну интеллектуальное место где бы мы могли собрать людей думающих слушающих музыку умеющих относиться к музыке как к искусству наших единомышленников и мне казалось что если бы мы делали это в Москве это бы сработало типа сто процентов я уверен в этом но люди Вярославле мне кажется меньше относятся к жизни с наслаждением вот ну как типа выживанием занимаются не жизнью а выживанием ты привозишь какого-то интересного артиста в свой родной город которого возможно никто больше никогда не увидит здесь а такие были многие люди говорили что ой да нам на следующий день там на работу меня так это расстраивало постоянно ну то есть ты не любишь этот город только потому что он не на одной с тобой музыкальной волне нет еще он немножко типа душит вот душит почему-то не развивается люди почему-то все предпочитают типа уехать они понимают что Ярославль это потолок и они все равно уезжают ну это типа безвыходная ситуация почему люди допустим в Нижнем Новгороде чувствуют все круто развиваются и развивают людей там в Екатеринбурге так же много типа более в Новосибирске тоже классные есть места и классные тусовки Казань это вообще отдельный разговор обожает ну ты называешь города-миллионники ну тоже верно да но не знаю мне бы хотелось чтобы в Ярославле было так же но по крайней мере мы что смогли то сделали есть здесь определенная тусовка сейчас и можно даже без рекламы типа вот сказать мы завтра собираем тусовку и люди все равно придут но это мне кажется уже из-за того что ну и Крем Содера ну как бы статус приобрела уже другой и другие наши музыкальные проекты тоже в другом статусе людям реально интересно они поняли эту ценность кого-то получилось короче воспитать насколько вы успели поездить по России с кастролями? успели очень много и были ли города которые тебя ужаснули? блин я очень люблю просто все русское и мне нравится мне нравится эстетика эстетика во всем вот это вот трешовая русская эстетика я вот был в городе мне мама все время рассказывала что у нас дед оттуда вятка ныне он называется Киров у нас семейный рецепт пельменей оттуда каждый новый год бывает и чаще типа делаем пельмени они очень вкусные я не пробовал таких пельменей нигде вообще кроме как вот в нашей семье и вот типа вятские пельмени мама их называла мы когда приехали в Киров мы там были несколько раз пару раз ни в коем случае ничего плохого не хочу рассказать про город но действительно там просто нет мест где погулять нет парков я просто хотел погулять там прогуляться по городу и нет таких мест вообще а что делает народ? курит гарик что? гашиш курит и сколько я понял там и с как-то с секциями тоже слабовато хотя может быть я не так что-то понял но там просто нам сказали что некуда пойти просто в городе и все это не проблема людей я надеюсь что на меня никто не обидится вот это проблема типа власти типа города и ну людей которые там типа кто там за городом должен следить губернатор там мэрия типа вот все остальные люди которые должны были придумать красивую улицу облагороженную еще что-то самое ужасное это перелет или дорога из одного города в другой самое ужасное видеть короче едешь мимо деревень которые опустошенные там стоят эти дома насквозь видишь там сквозь окна или там даже кирпичные дома которые просто наполовину дом жилой наполовину он просто сгоревший то есть ты я всегда думаю как типа вообще там можно жить в таком месте нереально вот за это обидно потому что в детстве я часто в деревню ездил там все как бы цвело все жило поля там пахались а сейчас мы ездим там между Кировом и еще каким-то городом ехали и вот меня особенно запомнилось то что жесткая разруха именно в плане деревень а в большинстве своем вообще Россия хорошо живет или плохо да не знаю ну если стараться все работать все будут жить хорошо я думаю есть много короче такого что люди ну вот что мне всегда не нравилось что мы приезжаем в какой-то город и люди начинали говорить что типа вот мы тут в таком-то городе своем никому не нужны у вас там в Москве все круто типа вот мы там ничего не можем нам ничего не дают но типа с таким состроением что типа тебе должны что-то дать ты никогда ничего не сможешь сделать а есть такая штука да в русском характере что мы ждем что придет ну наверное это вот как раз остатки советского какого-то общества советского менталитета что типа вот ты идешь по какой-то линии все тебе дают все тебе направляют все за тобой ухаживают ты живешь я на самом деле не знаю мы размышляли об этом очень много почему типа так не знаю потому что это видимо сверху сверху у нас что-то не так опять же о чем мы говорили типа зависит наверное от воспитания людей вообще с самого начала вот с самого начала просто если возможно у нас все преподавательные сфаки говорили что если бы не случилась революция все бы было по-другому мы были первой державой в мире и вся эта тема с революцией и что все люди равны с промытием мозгов что типа не выделяйся и т.д. и т.п. и вот так вот просто задушили людей мне кажется вот в этом вся фишка что нет индивидуальности как допустим я смотрел эту одноэтажную Америку мне очень понравилось вот прямо культ в Америке культ собраться и что-то обсудить гражданское общество меня так это восхищает всегда я не понимаю почему у нас там типа нет такого почему я вот очень хочу обсудить что-нибудь решить на своем месте для себя обсудить почему нам не стоит мусорить в своем дворе допустим меня бесит эта тема если честно меня бесит что типа в России принято выкинуть бычок выкинуть обертки от чистки бутылки все типа грязно меня это просто жутко раздражает я ненавижу это мы стоим на таких русских просторах давайте расскажем что такое патриотизм по вашему у меня странное понятие патриотизма мне кажется что патриотизм это любовь к тому месту где ты живешь во-первых это уход за этим местом во-вторых это уважение этого места и все все сосредотачивается на том чтобы любить развивать облагораживать и не мусорить вот мне очень бесит когда я выхожу допустим на речку я хочу насладиться этим просторой природами но у меня брат короче говоря кто-то когда выкидывает мусор вот у меня брат говорит подними вот человек поднимает и он говорит Россия начинается с тебя вот это и есть патриотизм он действительно так говорит то есть он не шутит да во мне это вызывает дикую гордость да надо с малого начинать типа у нас нет такого как в Европе что там все облагораживают территорию вот то что за забором у тебя стоит ты в рот она ебись хоть там умрет кто-нибудь и пусть там труп разлагается животного вот чтобы не было такого мне кажется нужно воспитывать это с детства и вот этот патриотизм прививать а потом уже все остальное все другие проблемы ты в тупик меня вот лично поставила не знаю я не ощущаю себя патриотом в полном смысле этого слова наверное я просто очень много времени в Европе провела с детства поэтому для меня это тоже как вторая родина грубо говоря я туда приезжаю у меня родственники в Германии и когда я приезжаю в Германию я чувствую запах вот сходу я выхожу из аэропорта я вдыхаю воздух и я его узнаю и он вызывает во мне ностальгию то есть я знаю все запахи Германии как бабушки пахнут как у них пахнет одежда как пахнет на улице и так далее вот эти запахи прям очень много тоже у меня триггерят я такой педантичный человек я люблю правила люблю чтоб все их придерживались и люблю чистоту невероятно люблю чистоту а в Германии очень чисто на улицах чисто в домах чисто люди я помню с детства что когда мы приходили в гости мы никогда не снимали обувь там не принято снимать обувь в квартиру или в дом входя потому что на улице так же чисто как дома где народ простой живет лучше в России или в Германии в Германии как это заметно потому что есть пособия которые выплачиваются и если ты безработный тебе еще там всякие ништяки полагаются в виде какой-нибудь бытовой техники бесплатной если у тебя нет холодильника вот тебе привезут холодильник как социальную потребность необходимость плюс там достаточно высокие зарплаты и мне кажется я не знаю статистику но я думаю что безработица там в процентном соотношении меньше чем в России и там система налогообложения четкая то есть и справедливая на мой взгляд потому что например если ты одинокий я не помню точно проценты но если ты одинокий человек например сингл в смысле ты платишь там 40 с чем-то процентов от своей зарплаты но у тебя появляется кто-то ты плачешь меньше если это брак еще появляется ребенок у тебя еще уменьшается процент налог и так далее то есть по мере взросления и появления каких-то членов семьи новых и каких-то твоих финансовых ответственностей твои родственники жалуются на страну в которой они живут нет никогда не слышала ни разу в жизни ты когда-нибудь думала о том что ты когда-нибудь уже эмигрируешь да думала что это были за моменты так в 2020 что это за момент или вообще это не то чтобы момент это просто такое внутреннее желание потому что я люблю эту страну и я там чувствую себя как дома почему ты засмеялась насчет 2020 не могу сказать мысль об эмиграции 2020 сама думаю насколько ты интересуешься политикой настолько я боюсь закрытия я боюсь повторения железного занавеса такого плана боюсь северной кореи в нашей стране возвращение коммунизма есть какие-то намеки на это? я не знаю у меня есть такое чувство наверное да возможно какая-то тенденция возможно есть все ли у нас в России хорошо с музыкальным вкусом? ну явно что нет я думаю потому что если даже посмотреть на сцену которая сейчас у нас является главной то это заметно я не буду говорить там плохая или типа хорошая просто она не очень глубокая в плане того что все примерно делают похожие вещи то есть там есть несколько направлений по которым люди двигаются но нет такого как есть там в Англии где куча поджанров куча маленьких каких-то тусовок которые друг другу помогают которые развиваются и которых ты можешь чувствовать себя спокойно здесь ты если пишешь какую-то инди музыку непонятную ты типа скорее всего не проживешь типа долго на этом вот и как бы спектр очень узкий в целом того на чем бы ты мог заниматься и при этом типа чувствовать себя спокойно то есть долгое время когда мы занимались бейс-музыкой что ли мы типа вообще не видели никакого фидбэка с этой стороны и типа очень тяжело но проблема в людях которые это не понимают или проблема в тех кто не пропускает такие группы на самый верх ну я думаю что это дело времени просто мы еще не доросли как типа что как сказать нет такого что кто-то не пропускает просто люди сами которые слушают они не готовы услышать новое порой не готовы принять что-то новое потому что мы из года в год слушаем треки которые очень похожи одни и те же гармонии одни и те же там слова в песнях а нет такого что мы просто не любим все сложное три аккорда простой текст и заходят и душа радуется ну почему у нас то Эрмитаж есть или какая-нибудь Третьяковская галерея люди туда ходят толпами любят сложно это же сложно очень просто это не знаю может быть отношение в России к музыке такое что это какая-то там шутовская какая-то тема типа развлечение такое вот часто же у нас еще отношение к музыкантам и к артистам такое пренебрежительно мне кажется не как типа за рубежом где там людей обычно боготворят даже там ездят за ними сейчас мне кажется в России такого меньше гораздо Дим, но почему за 30 лет в нашей стране до сих пор любят больше три аккорда чем ту сложную музыку о которой ты говоришь почему у нас не воспитался этот вкус твое интервью доказывает то что все таки воспитался вот то что ты берешься с интервью не у не знаю у поющего галкина допустим а у группы крем-сода ну я у всех беру интервью это ничего не значит ну и у нас в том числе мы бы не были нужны бы никому и не было бы это интересно вот я думаю что воспиталась все таки не типа не какая-то супер закрытая группа людей сейчас и гораздо больше типа вот миллионные просмотры уже ну то есть 10 процентов от нашей страны думающие люди со вкусом и меня это вполне вообще устраивает через еще 10 лет будет 40 чуть меньше половины потом будет половина у нас на сегодняшний день есть артисты которые могут заявить о себе в мировом масштабе как тебе кажется блин вот это моя мечта маленькая чтобы мы сделали что-то русское с русским днк в музыке чтобы люди понимали что это какая-то совершенно уникальная история которую ты не услышишь ни в Америке ни в Европе вообще нигде вот я думаю что могут ну уже заявляют кедр ливанский очень любят например за границей насколько я знаю Инга Каплан с Дином Блантом записывали треки на русском языке и выходили на лейбле HypoDub где выходит тот же самый Beryl вот это какие-то маленькие такие шаги к которым мы все движемся что ты не купишь я утону с тобой я утону я утону с тобой я утону я утону я утону с тобой русской поп-музыки нет как таковой и не было никогда она пришла к нам из-за рубежа у нас была эстрада ну естественно но все хотят этого я тебе скажу ну потому что это не модно воняет это запах эстрады могу объяснить с точки зрения вокала например у нас в эстрадном вокале практически полностью либо совсем отсутствует мелизматика мелизматика это различное красивое сочетание переходов вокальных что-то в таком духе типа еще или там а еще я сейчас буду спорить вы значит мы такие мы за русскость мы хотим чтобы вот россия матушка тексте как эстрада вот она извините но что выросла эстрада это другой вокальный стиль и фишка в том что в этом сочетании русского текста красиво с классным поп-саундом вот это наша гордость микрофон союз русский так и мы есть какой-то в нем этот как это или их называется да что но внутренняя обработка в нем есть специальная неповторимая то есть ты поешь и сразу песни в хиты превращаются на самом деле немножко приукрашает типа звук раскрывает частоты верхней вот мне нравится как он раскрывает вверх голос у а не это четко слышно на других людях мы это проверяли очень классный микрофон это твое рабочее место это и люк вот этот старый синтезатор девяносто какого-то четвертого года на нем писали типа скутер он такой больше для транса вот этот красный это наш гастролиный короче синтезатор рабочий лошадок он такой универсальный и непробиваемый в целом легкий как вы познакомились с дивой через интернет на сайте про мой диджей познакомились мы писали drum and bass оба там просто выкладываешь свою музыку и слушаешь музыку других там лайкаешь по-моему я первый люхи написал и респектнул ему за какой-то трек сказал чтобы блин чувак это круто он сказал спасибо я к нему зашел увидел какой-то трек типа подумали можно его доработать как-то написал мне мне понравилось и подумал у меня сразу идеи какие-то появились ты мой вот тут надо сделать вот так мы начали вместе сначала как два отдельных мы с ним писали музыку два года я не представлял как он выглядит вообще то есть я не знал как он выглядит знал что это молодой парень ему на то время было 15 лет по моему ты ему предложил игру давай хоть приедешь не знаю там познакомимся лично вот пришли рославль там погуляем потусуемся я приехал первый раз на летних каникулах в школе и первый раз типа дима меня научил играть типа как диджея с вертушек не делали вечеринку какую-то где мы где я впервые сыграл свои треки подумал нифига себе как это круто типа на таком звуке играть свою музыку люди там типа танцуют можно зажать как сумасшедший аккорд отыгрыш не можно я давай давай всеми пальцами всеми пальцами вообще до ощущения как это управляешь звуками судьбами людей это какая депрессивная музыка она портит мне настроение вот сейчас да а если это уже какой-то космос покажи что ты ему тебя там какие-то еще симпатичные драма шлинга это драм машин барабан вот так вот выглядит барабан извините для нас тупых я так ничего не играет мы можем сделать чтобы играл может самоченька это бочка пошла это бочка сейчас малый барабан я знаю бочку еще знаю пионерский барабан а это что это тарелочка опять ругаешься ой как класс ну а что дальше ты как-то усовершенствую мое мы с илюхой ну как-то разговаривали нам все время типа хочется двигаться куда-то вперед походится чего-то большего мы решили что давай найдем свой голос просто но и аня это первая вокалистка с которой мы познакомились вообще а не огромный респект за то что она очень подходит нам авантюрным духом мы сказали готовы ли ты бросить работу тип погнали ну то есть она как бы доверилась людям могли бы подвести ее на самом деле где мы находимся во первых что это за дом о этот дом который моя мама ольга геннадьевна построила своими силами наверное стоит сказать без помощи мужчин вот построил дом своими силами ты так это с гордостью говоришь да я очень горжусь маму я очень люблю и уважаю она мне кажется вот она типа ну ты знакома с моим братом она нас воспитала очень правильно а что за бизнес у мамы система безопасности не самый женский бизнес думаю что нет где папа прямо сейчас вообще где он в твоей жизни ты мне когда не говоришь да блин не говорю но мы с нас как-то с ним пути разошлись давным-давно мы слишком разные люди с ним мне доставляет дискомфорт на общение с ним прямо на физическом уровне поэтому не общаемся с ним в чем разное ну восприятие вообще жизни мне так кажется восприятие жизни о том что на общечеловеческие понятия о том что мне кажется что любой человек должен уважать другого человека особенно если это член его семьи я вот такого не чувствовал никогда он тебе говорил что ты не тем занимаешься он да я помню что он говорил я мог говорил про музыку а мне было что это невозможно сделать в россии потому что в россии ты никому не нужен вот я могил про виниловые пластинки ой тем более виниловые пластинки то вообще там какой-то он рассказывал про кого-то диджея игрека не знаю кто это вообще играет вот он приехал из москвы ярославль он выпустил вот какой-то сборник на диске и вот это круто я думал хуйня какая-то вообще почему я не могу типа добиться чего-то диджеи игрек какой-то для меня это был шок короче я помню первый раз папа мне сказал молодец мне было 22 у него такой подход к воспитанию он хотел чтобы все научились жизни сами чтобы сделали все ошибки справлялись с разными сложными сложными ситуациями препятствиями в жизни и вышли оттуда победителями они с моего раннего детства разведены с моих двух лет ты знаешь причину развода родить да знаю но не могу сказать в смысле другая женщина могу предположить несколько лет мы не виделись потом стали видеться по маминой инициативе не виделись нет мама никогда не препятствовал нашему общению просто папа был глупый молодой то есть ты хочешь сказать что он просто осознал очень поздно что он папа да он моей бабушке после моего рождения сказал я никогда больше не хочу иметь детей я вообще плохой отец типа я не создан для этого а потом у него появилось еще двое детей вот да и его жизнь заставила стать папой у нас было много конфликтов я не хотела бы об этом говорить но просто он не понимал наверное меня и детей в принципе потому что для того чтобы понимать детей нужно как-то быть более снисходительным что ли а он оценивал людей как взрослых людей и он требовал от них того же самого типа взрослого поведения никаких там косяков чтобы все было там правильно что все было четко если чтобы никто не был дураком а если ты дурацкие поступки совершаешь что все пипец ты дурак а так нельзя вот плюс там уже другая семья у папы которая тоже как бы не особо приветствовала это все наше общение я всех понимаю на тот момент она была молодой девчонкой он был ее если не не вторым если не то вторым человеком жизни по моим первым и было 18 когда они познакомились вот и на всю жизнь и вот когда ты попадаешь ты становишься женой предпринимателя наверное это как-то боишься каждого боишься потерять да но есть какие-то качества когда смотришь на отца и понимаешь я не буду таким никогда вот что это да он для меня пример каким я не буду никогда мне кажется он очень жадный но все время да все время там скупился на все мне кажется вот так вот мне кажется что может должен быть щедрый своей женщиной с детьми тем более типа не знаю мне мне доставляет удовольствие когда маме брату там девушки свои делаю подарки какие-то и это не какой-то знаешь там типа за что-то ты как вкладываешься в хорош что-то просто тебе ты счастлив от этого а вот а у нее все время когда цель была эти куплю это ты сделаешь что-то это я вообще серьезно ненавижу вот эти все темы типа семейная которые связаны с дележками квартир еще что-то может у тебя было такое в жизни если ты сталкивалась то это противная история вообще на самом деле вот у меня и со стороны отца такие темы были со стороны мама такие темы были когда не знаю там отношения семьи зависит от квартиры не знаю мне кажется родные люди не должны такие темы поднимать но которые родные по духу вот там была просто тема такая что у отца была в собственности квартира и в принципе ее можно было бы отдать и мне вот чтобы я там пожил и стал там на ноги возможно бы переехал потом москву но почему-то и для меня это до сих пор загадка типа для отца это показалось какой-то дикостью он говорил ну лучше там снимай где-то квартиру ну знаешь такая какая-то странная история подумал ну ладно может быть она ему зачем-то нужна вас был хотя бы один откровенный с отцом разговор когда вы прям по дружески и классно посидели наверно нет да и не хочется когда ты последний раз звонил отцу мы увиделись с ним на новый год если к бабушке к его маме это была тяжелая встреча или легкая нормальная как ну когда не видишься с людьми долго скорее без эмоциональной типа знаешь такая просто какое-то чувство долго выполнил и все и что закрыл ну типа того да чтобы просто внутри себя знать что ты не какая-то там падла это место где сейчас снималась одна из сцен клипа volga до наш первый клип который снят был здесь целиком и полностью и вот у нас есть забавная история про то каким образом был снят кадр где если посмотреть клип нас марк наш друг он бежит с дискоболом вот здесь вдоль реки и ну сколько может туда обратно у меня была машина и наш оператор для того чтобы снять этот кадр в общем мы вешали шубу такую большую мою шубу на окно мы открыли окно повесили вот так на окно чтобы не поцарапать машину марк бегал до победного он потом сказал что он уже все он умирает он сказал сейчас я блевану и могу дальше бежать стоял на коленях гавриус и вот мы говорим марк еще еще пару пробежек не могу пожалуйста ну мы передыхали передышка была а вот там шампанское разливали чуть дальше и типа там сцена тусовки была мы дождались пока стемнеет холодно было зажгли бенгальские огни и обливали шампанским а фишка была в том что шампанское купили негазированное и нам просто пришлось просто облиться вы выкладываете на следующее утро просыпаетесь и что с этим клипом ничего ничего особо не было 15 тысяч просмотров разочарование да нет тоже был старт мне кажется мы не нас не было таких амбиций на большей на большие на большую популярность этого клипа тем более мне кажется что если бы все получилось вообще в точности как задумали изначально то тогда да было бы наверное обидно вот мы так мы так старались мы думали что это круто вот а здесь получилось ну не совсем так и как пойдет а 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 мы выпустили один альбом после которого вообще ничего не произошло просто то есть ноль как будто его нет просто это это дурацкое чувство вот ты что-то 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 родил и да ну потому что когда ты не знаешь как это работает ты придумываешься всякие истории что ты проснешься там завтра и тебя там у тебя вывалят кучу денег там все какое такое у нее девушка зарабатывала она работала в магазине она зарабатывала денег с которых мы платили за квартиру вот и на еду то есть мы вообще почти ничего не зарабатывали было время когда мы же нам приходилось жить куда переехали в москву на тысячу рублей неделю мы жили втроем да я ходил в магазин и думал чего бы купить либо три котлеты с макаронами либо еще что-нибудь другое что чтобы нам подольше поесть мы там сначала ездили по барам потом там более большие какие-то клубы потом на концертах каких-то летних начали выступать потом выпустили там красиво все еще больше пошло там больших гастролей вот одновременно мы начали у нас не хватало мозгов типа у нас было всего трое и мы по сути занимались и менеджментом и там уже тоже мозги начинали кипеть так что такого момента что типа вот сейчас точно все пойдет не было просто у меня всегда такая позиция что типа я больше ничем не буду заниматься кроме музыки вот поэтому вот крем сода она должна работать типа в любом случае нужно все для этого сделать мы слали на лейбла музыку свою сначала нам саша хижняков помогал у него был лейбл электроника вот первый альбом выпущен у него потом очень большое спасибо даше евсеевой которая нас свела с дорном с ваней вот они нас взял на лейбл мастерская ну и это нам дало в принципе вот первоначальный пуш наш нас заметили правда писали что дорн выпустил у себя на лейбле мастерская и на последнем месте группу крем сода все думали что это его музыка ну поначалу мне кажется так и должны люди думать что есть какой-то авторитетный человек и все должны думать что это все с его подачи а ну дорн я сам психологически я сам понимаю как это работает дорн что-то выпустил надо послушать когда вы первый раз заработали прям хороший гонорар за прем сода за выступление возможно мы его еще не заработали все относительно каждое каждому времени свой хороший гонорар тогда 30 тысяч было круто гонорар на троих ок да в самом начале почему бы нет вообще супер сейчас понятно что ну не очень да ну наверное когда нам возможно вот самое такое когда нас впечатлил наш гонорар первый раз это я думаю что сто тысяч на троих это было уже прикольно это уже так думаешь ого это уже возможно месячная зарплата в Ярославле на каждого да это две месячные зарплаты в Ярославле даже так да некоторые люди в Ярославле живут на 6 тысяч рублей в месяц чтобы ты понимал не понимаю я тоже не могу это понять и не могу представить но и такое возможно к сожалению в нашей жизни после какого клипа вы поняли что все покатило после вечеринок наверное или а нет уйди ну останься да первый миллион сделали это классное ощущение первый миллион от клипа ну как что вы чувствовали как вы это праздновали когда первый миллион клип собрал дней 5 наверное пили мы чуть пили да пили вообще отмечали просто чуть не умерли мне кажется то же самое было когда снималась Волга у нас есть шутка точнее да что бюджет был 30 тысяч рублей или 20 30 тысяч рублей, из которых 29, сколько? 25 было потрачено на алкоголь. Опять, типа, да, стедикам и аккумуляторы дополнительные. Как в группе делится доход? Об этом, наверное, нельзя говорить. Ну, в смысле, пополам. Равные части или нет? Ну, да, на равные части. У нас еще есть менеджер, у нас еще есть другие ребята, есть фиты. Ну, вот вы три солиста, вы равные доли получаете? Ну, в целом, да. Это как? В целом, да. Ну, например, если мы играем диджей-сеты с Димой вдвоем, то это наша, как бы, работа. В целом, все по плану, да. Но это было ваше решение? По 33%. По 33%. Да-да, у нас изначально такое, типа, просто все делают примерно равную работу, наверное, и это справедливо так, типа. С тобой весенний куб, я утону. С тобой весенний куб, я утону. С тобой весенний куб, я утону. У тебя же есть песня, которую ты посвятил своей девушке. Да, есть. Как она называется? Она, кстати, вот здесь родилась, потому что мы долго не виделись. Недели две, наверное, вот, что-то накатило так. К тебе называется. Какой-то кусочек. Да, надо, да? Ну, а че? Никита, надо? Нахрен ты ее писал-то, если че? Никита может, блин, убедить, а? По бишь словами. Я, кстати, могу не вспомнить, мне будет стыдно. Усну, прямо на комете, в ярком лунном свете Усну, я усну, прямо на комете, в этом мягком пледе Усну и полечу со скоростью света Как теплый ветер к тебе Как она восприняла эту песню? Плакала. Это такое, типа, вот ты просто пишешь Просто, знаешь, как терапия для себя А другой человек услышал Это как красивая поста Могла бы просто сказать Спасибо, мне понравилось Но такая реакция еще более приятная Как зовут твою девушку? Маша Сколько вы вместе? Блин Мне кажется Четыре года Пятый, наверное, пошел На какой год мужчина делает Предложение, если он уверен В своей второй половине Ой, блин, я так и знал, что ты начнешь об этом говорить Слушай, не знаю Вот Когда что-то почувствует, наверное Что надо это сделать А как вообще Какое у тебя отношение к браку? Чтобы ребенок не был бастардом, наверное Я думаю, что это формальность Но Но Если человек, которого ты любишь Он как бы Думает, что надо так сделать Я думаю, что надо так сделать А Маша, тебе пыталась намекать? Нет Не пыталась Ну, мы разговаривали, да Типа об этом Ну, она пока учится Вот Я занимаюсь там Музыкальным бизнесом Вот У нас пока все вообще нормально Прям Я думаю С моей точки зрения У нас все идеально Когда до этого дойдет дело Как бы у меня нет никаких там Барьеров Типа Или каких-то предрассудков Что Ну, только типа Меня бесят свадьбы русские Вот эти, знаешь С выкупом там и все Это очень кринжовая тема Современные мужчины Не умеют брать ответственность Они не хотят ее вообще То есть Люди боятся Мужчины боятся Боятся быть В ответе за других А что значит Не умеют брать ответственность? Ну, потому что Не хочет обузы На себе Таскать обузу Для многих мужчин Сейчас это обуза На нее нужно тратить деньги В первую очередь А если на нее Нужно тратить деньги То она меркантильная Зачем мне это надо? Я найду ту Которую не будет ничего просить Готовить будет борщи дома Убирать, стирать Обслужить меня полностью А такие есть И полно Ну, в смысле Ты просила деньги Ты же сама зарабатываешь Отчасти из-за этого тоже Потому что я поняла Что на мужчин Не надо полагаться У меня никогда Не было мужчины Который меня Обеспечивал Никогда в жизни Либо наоборот Либо поровну Мужчины раньше Чем отличались от женщин? Тем, что они Добывали пищу Они ходили в лес Убивали там Кого-нибудь В зависимости от Территориального расположения Либо льва Либо медведя И приносили домой И женщина готовила Из этого там Суп Да А сейчас мужчины Хотят, чтобы Женщина Вместе с ним Пошла Либо вместо него Пошла Зарубила медведя Но суп Тоже не он Будет готовить А тоже она Готовит суп То есть она делает все Она и медведя Вместе с ним Ловит И суп И дома варит Ну это как-то Знаете Как называется Очень плохой Плохой фразой Которая Начинается На И рыбку съесть По-моему Если я ничего Не перепутала По-моему Это так Сейчас очень модная У нас новая Фемповестка Ты как к ней Относишься? Ну прекрасно Каждый живет как хочет Если ему так нравится Окей Если женщина Правда И искренне Положа руку на сердце Ощущает себя Хорошо В этой позиции То это Великолепно Если она о себе Сама не врет Только Что Я тут буду Вообще Супер Пупер Все Сама рулеть Мне не нужен Да Но Я просто знаю Что В глубине души Очень многие Эти женщины Я сама таких знаю Нескольких Которые В глубине души Мечтают Об обычных Отношениях С мужчиной Чтобы он Опять же За ней ухаживал Чтобы он Принимал решения Чтобы она была Вот такой Девочкой Женщиной Милой Хорошей И почувствовать С себя женщиной Можно мне кажется Только в таком В такой ситуации При таких условиях Ань Ну вот Ты мне рассказываешь Находишь ты мужчину Который по всем параметрам Берет за тебя ответственность Оплачивает Все капризы Жены Детей И вообще Классный Не обязательно Оплачивать все капризы Но ты должна сидеть дома Моя милая Потому что я так сказала Нет А я тебе все обеспечу Нет У меня сейчас не так Поэтому нет Ты имеешь в виду Что ты сейчас в отношениях Да Я сейчас в отношениях Где человек рулевой Я за ним Если мужчина Давлеет надо мной Энергетически Я спокойна Мне хорошо Я вообще рада Ведом Ведомой быть Рада Рада выполнять все Что он там Мне говорит Обожаю мужчин Которые решительные Которые принимают решения А нет Ты готова Что возможно Вы останетесь авторами Одного хита Да я ко всему готова Почему нет Окей Ну блин Это сложно Ты только-только Нащупал свою мечту Так ее потрогали Это сложно Но мне невозможно И я такой человек Который прогнозирует Самый худший вариант Развития событий Наперед И я готова Почти ко всему Мне кажется Морально Ну что ты будешь делать Если все Пускать другую работу Я не знаю У меня много возможностей Других Скиллов Навыков Знаний Умений Навыков Например Лингвистика Не знаю Да Переводом Заниматься Преподавание Вокала Если нет То Я могу Там Не знаю Открыть кафе Какое-нибудь Потому что я невероятно Люблю готовить У меня вся семья Готовит У меня куча Семейных рецептов Которые Хотелось бы Вот Привнести В массы Поэтому Пожалуйста Это классная идея Я может быть Даже так и сделаю Попозже Сделаю кафе Да У меня к этому Есть Для этого Есть все возможности Это Часто встречающееся Явление Среди Контроль Чтобы Чтобы Вовремя Открыть парашют Чтобы Вовремя Чтобы не забыть Парашют дома Потому что Пока ты летишь Он может понадобиться Ну хочется всегда Самое Какое-то Самое нереальное Что-то Сделать Ну не Не такое Но Ну это в том числе Имеется ввиду Что-то совсем нереальное То есть там Отыграть там На луне Или что-то такое Короче Сделать что-то Короче Историческое Историческое В культуре То есть Чтобы оно осталось Чтобы это Типа Люди понимали Как-то изменить людей Жизнь людей Ну вот Воспитать музыкальный вкус Ну вот Пытаемся Ну я не знаю Насколько это И как это работает Но в целом То что Такие треки Как никаких вечеринок И плачу за техно Типа В топах были Такое долгое время Это типа Очень радует Лично меня Мне хочется Чтобы Россию Воспринимали Тоже Со своей Идентичностью С какой-то В мире Ну допустим Есть Я Фанат японской музыки Вообще Очень Обожаю Ну типа То что Японцы делают В хип-хопе То что японцы делают Там в фанке В хаосе В том же самом Обожаю Французскую сцену Про нее вообще Можно там Вечно разговаривать Итальянская Там диска Итальянский хаос Не знаю Там Взять Тот же самый Голландский Хардкор Англия Это просто Не знаю Там Отдельный мир Америка То же самое А что можно Про Россию Сказать Ну как Чайковский Ну да Ну и У всех остальных Тоже есть Классические музыканты Типа Моцарты Бетховены Бах Там Ну бесконечно Можно перечислять Да Когда-то мы были Типа Великой державой Великой страной И В поэзии В искусстве Есть цель Короче Сделать так Чтобы У нас была Своя идентичность То есть русская сцена Она отличается чем-то Вот И мы обязаны Просто к этому прийти Иначе зачем это все Расскажи тайны Покажи правду Расскажи тайны 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 Продолжение следует...